В эфире служба новостей Саров 24 студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. О нацпроектах и бюджете. Состоялось очередное заседание Городской Думы. Предновогодний вернисаж. В художественной галерее прошло большое зимнее открытие. Новые стихи. Саровчанка Мария Затонская, лауреат премии «Русские рифмы». Далее расскажем обо всем подробно. Новый центр притяжения. Все больше людей задумывается о том, что хотят жить в благоустроенном пространстве. В районе поймы реки Сатис продолжаются работы по комплексному освоению территории. Теперь у горожан появилась возможность прогуляться по живописной набережной от Красного дома до Плотины и насладиться красивыми видами Сарова. Выложенные брусчаткой дорожки, дизайнерские лавочки, уложенные газоны и живописный вид. Саровчан уже ждет новое современное городское пространство. Единая пешеходная зона от Красного дома до Плотины и комфортабельные таунхаусы. Продолжение проекта комплексного освоения территории в районе поймы реки Сатис. Это уже второй участок в пойме реки, который выполнен в таком же едином архитектурном решении, как и в районе жилищного комплекса Саровская ривьера. Обслуживание общественных пространств обеспечивается застройщиком компании Саровинвест. Протяженность пешеходной зоны полтора километра. Территория вдоль реки Сатис превратилась в излюбленное место отдыха саровчан, став центром притяжения. Здесь проходят общегородские праздники, на которых можно интересно провести время всей семьей, а в обычное время просто прогуляться по набережной и сделать красивые фотографии. Сказочную атмосферу, как только стемнеет, создает подсветка. На набережной созданы все условия, необходимые для комфортного времяпровождения горожан. Набережная оборудована освещением, установлены лавочки для отдыха, проведены работы по озеленению. Береговая линия укреплена габионными конструкциями. В новом микрорайоне расположено 22 комфортабельных малоэтажных дома с прилежащей территорией. Около каждого таунхауса предусмотрена стоянка для автомобилей и место для создания теплого гаража с автоматическими воротами. Уже закончена работа над дорожками, отмостками, отводом ливневых вод. Проведена канализация электричества. Запущено индивидуальное газовое отопление. Застройщик готовит дома к сдаче в эксплуатацию, и скоро жители нашего города смогут приобрести жилье на живописной набережной реки Сатис. Старт продаж запланирован на начало следующего года. Реализацию национальных проектов на территории Сарова обсудили депутаты на заседании Городской думы. Свой отчет представил глава администрации. Алексей Голубев рассказал о четырех нацпроектах, по которым в этом году в городе велась работа с привлечением бюджетов верхнего уровня. Это экология, демография, жилье и городская среда, образование. До 15 декабря губернатор Глеб Никитин поручил провести оценку исполнения национальных проектов во всех муниципалитетах Нижегородской области. В Сарове оценку дали на заседание Городской думы 13 декабря, на которое приехали представители областного правительства. Исполняющий обязанности министра внутренней региональной политики Сергей Тарасов и первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин рассказали о реализации национальных проектов в регионе и подробно остановились на работе в нашем городе. Положительно оценится работа по строительству школы в рамках национального проекта образования, по приобретению копировки спортивного инвентаря, а также созданию спортивной площадки по национальному проекту «Демография». По национальному проекту «Жилье и городская среда» на 2019 год в Сарове есть определенные проблемы. В нацпроект «Жилье и городская среда» входит благоустройство лыжной базы. Сдать ее должны были 27 ноября, но работы продолжаются. В наложении двух важных мероприятий. Одно из них, вы помните, это подготовка монастырской площади и освящение Успенского собора, которое было 2 августа. Собственно, подрядчик был тот же самый. Деп участвовал и на лыжной базе, и в парке, и на монастырской площади. И поскольку сдача монастырской площади была привязана к визиту патриарха, то реально возможности как бы оттуда уйти и начать работу в других местах ее не было. Немножко сыграла в минус нам тоже плохая погода августа, когда он начал отопить лыжную базу, и тут там техника начала вязнуть. Благоустройство поймы реки Сатис в районе лыжной базы выполнено более чем на 70%. Полное кассовое исполнение ожидается до 24 декабря этого года. Исполнение национального проекта «Экология», в рамках которого в нашем городе запланирована реконструкция здания честных сооружений, решением правительства Нижегородской области перенесено на следующий год. Администрация вынесла на Думу проект решения, где предлагалось дать следующие оценки. Нацпроект «Демография и образование» надлежащее исполнение. Жилье и городская среда удовлетворительно. Депутаты проголосовали за предложенный проект решения. Также на седании приняли бюджет города на 2020 и плановый период 2020-2022 годов. Праздник зажжения новогодних огней пройдет в Сарове 19 декабря в 18 часов на площади Ленина. Торжественную церемонию для всех гостей проведут Дед Мороз и Снегурочка. Саровчан ожидает интерактивная и танцевальная программа, а также сладкие призы и подарки без возрастных ограничений. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитанники спортивной школы ИКАР приняли участие в первенстве Нижегородской области по легкой атлетике среди юношей и девушек. Соревнования прошли в столице региона. Команда мальчиков стала победителем в эстафете 4 по 200 метров. Девушки завоевали серебряные медали. Никита Терентьев стал лучшим в беге на дистанции 2 километра. Быстрее всех полторы тысячи метров пробежал Павел Резяпов. Спортсменов подготовили тренеры Алексей Колганов и Марина Мачкаева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вопросы по ведению коммунального хозяйства. О сроках капитального ремонта и уборки мусора. Очередной день открытых дверей управляющих организаций был полностью посвящен центру ЖКХ. На встречу пришли собственники квартир и председатель многоквартирных домов. Подробности в следующем репортаже. Встретиться с руководством МУП Центр ЖКХ и обсудить наболевшие вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства пришли несколько десятков соровчан. Больше всего людей интересовала финансовая составляющая. На что и в каком объеме расходуются деньги, которые жители домов сдают регулярно. Скажите, пожалуйста, можно получить где-то совершенно конкретную информацию? Все-таки, что входит в содержание жилья конкретного дома? Главные цели таких встреч – открытость и доступность. Своевременное реагирование управляющих компаний на запросы местных жителей. Представители МУП Центра ЖКХ попытались прозрачно объяснить принцип распределения средств по содержанию общедомового имущества. Если денежные средства по конкретному дому в данном отчетном периоде не использованы, они никуда не деваются. Они остаются на расчетном счете Центра ЖКХ и на лицевом счете каждого конкретного многоквартирного дома и могут быть использованы в последующих периодах. Встреча в рамках Дня открытых дверей неслучайно состоялась с представителями Центра ЖКХ. Управляющая компания обслуживает большую часть города. Поэтому было особенно важно наладить диалог с председателями и жителями домов. Им рассказали о сотрудниках, техническом обеспечении организации, подвели итоги работы за прошедший год, а также объяснили, откуда берутся тарифы на оплату коммунальных услуг. Управляющие компании руководствуются тем, что если собственники не приняли решение о восстановлении платы содержания ремонта жилья, видимо, у них в договоре должно быть прописано, что в таком случае они руководствуются при начислении платы или при определении платы тарифом, который установлен для нанимателей муниципальных жилых помещений в этом доме. Либо иные условия. Это прописывается в каждом конкретном договоре. Саровчане вышли с инициативой повысить зарплаты дворникам и уборщикам, которые часто выполняют больше обязанностей, чем должны. Также председатели домов предложили усовершенствовать формат таких встреч, чтобы, кроме управляющей компании, на собрании присутствовали эксперты в сфере строительства и инженерии. Белое облако и по волне моей памяти. Скульптуры и картины в различных техниках. В художественной галерее в рамках проекта «Рождественская выставка» саровчанам представили персональные экспозиции московского художника Александра Дедушева и его нижегородского коллеги Алексея Гарина. Если внимательно присмотреться к этой скульптуре, то можно увидеть, что она изготовлена не из камня, а из обычной бумаги. Эту уникальную технику придумал московский художник Александр Дедушев. Его работы можно увидеть в художественной галерее. Там открылась персональная выставка «Белое облако». Он делает специальную бумажную массу, которая потом вылепливается, им специальным образом засыхает, и получается вот такая вот очень пластичная, интересная вещь. Они бывают очень разные, и очень во многих частных коллекциях уже, как сказать, интересна эта работа его. Но если вы заметили, структура скульптуры, если очень внимательно посмотреть, особенно с более поздними работами, очень перекликается с пластикой художественной. То есть если поставить рядом скульптуру и живопись, у них есть такая вот фактурная, как сказать, однородность. В экспозиции представлено более 90 работ. Среди них можно увидеть живописные полотна, а также графику большого, среднего и малого формата. Это очень интересно. Вот то, что сегодня уже было сказано на открытии. Обычно человек, который творит, он изображает что-то на листе. Здесь он вынимает из листа, потому что заливается тушью. И вот то, что мы видим, эти линии, они специальным образом вскребываются. Это гротаж убирается лезвием лишнее. В рамках большого зимнего мероприятия в художественной галерее открылась еще одна персональная выставка известного нижегородского художника Алексея Гарина «По волне памяти моей». На суд зрителя художник представил более 90 картин. Экспозиция объединила новые работы и произведения разных лет. По сути своей простая. Это выставка, которая говорит о радости жизни, о радости того, что мы имеем. В данном помещении удалось собрать одни из самых интересных, может быть, работ. В некоторых работах то, что какие-то новые достижения, какие-то новые, какие необычные результаты, может быть, творческие, они ощущаются, и ты понимаешь, что это действительно что-то стоит, чего-то стоит. Алексей Гарин – постоянный участник областных выставок. Художник выставлялся в Нижнем Новгороде, Сарове, Москве. Его работы находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, во Франции, Черногории, Америке, Чехии и других стран. Каждый год его коллекции пополняются новыми живописными картинами. На вопрос, откуда он берет вдохновение, отвечает просто – это подарок судьбы. Наша жизнь – это большой подарок для нас. И каждый день жизни – это большой подарок. И ощущение того мира, который вокруг нас, как мира радостного, А, наверное, это вот та муза, муза, наверное, все-таки радость. Выставка художников Александра Дедушева и Алексея Гарина продлится до конца января. Посмотреть ее могут все желающие, без возрастных ограничений. Саровская поэтесса Мария Затонская стала лауреатом премии «Русские рифмы» в номинации «Поэзия». Торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии для молодых авторов состоялась в павильоне книги на ВДНХ в Москве. Стихотворения Марии Затонской будут опубликованы в серии издательства «Эксмо. Новые стихи». На счету Марии Затонской тысячи рифмованных строк. Сочинять их поэтесса начала в детстве. С тех пор девушка не расставалась с литературой, получила филологическое образование и написала не один цикл стихов. На национальную премию для молодых авторов «Русские рифмы» Мария отправила подборку произведений за последний год. Я писала о людях, которые живут в сложных условиях. Есть у меня такой цикл «Бараки». Я писала цикл «Азия». Это про мое путешествие на восток, в Турцию. Но там были не только турки. И вот их жизнь, она представилась мне тоже интересной. При этом люди, они все похожи. У нас все общее. Обязательные условия конкурса – произведения на русском языке. Боролись за главный приз участники форума «Таврида» и поэты, которые подали заявки в общем потоке через интернет. В финал вышли семь россиян. Стихи Марии Затонской признали лучшими. Начинающий литератор получила диплом лауреата и право выпустить книгу с самым крупным в России издательским холдингом «Эксмо». Я только предлагаю некие идеи. У нас дебаты по поводу названия. Все это оказалось очень трудным, потому что не так-то просто найти то самое название для своей книги, ту самую обложку, какой-то концепт. В прошлом году Мария уже пробовала свои силы на премии «Русские рифмы». Тогда девушка не дошла до финала. После встречи с критиком Алексеем Алёхиным на форуме молодых писателей ее взгляд на поэзию кардинально изменился. Поэзия – это сама жизнь, это только правда. И дело в том, что раньше я приукрашивала и позволяла себе немного приврать для красоты метафоры, для того, чтобы как-то усугубить ситуацию. Но все эти красивости на самом деле они ни к чему, потому что поэзия, она должна быть честной. И я стремлюсь к тому, чтобы быть честной. 2019 год для поэта Марии Затонской был плодотворным. Девушку приняли в Союз писателей России. Стали печатать в толстых журналах. Уже в январе читатели смогут увидеть в продаже ее книгу в серии издательства «Эксмо. Новые стихи». Саровчанка проведет несколько встреч и презентаций в разных городах страны. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова